Согласно легенде, угроза химического заражения нависла над территорией 4-го участка, где проживают 2600 человек. Пункт выдачи СИС у нас разворачивается на стадионе «Шахтер». Личный состав пункта выдачи СИС прошел подготовку в учебно-методическом центре по гражданской обороне. Проводится и эвакуация населения. Для этого развертывается сборный эвакуационный пункт на базе Дворца творчества и учащейся молодежи. На склад временного хранения средств индивидуальной защиты стадиона «Шахтер» доставили нужное количество противогазов. Сначала разгрузка, вскрытие и проверка целостности приборов. Затем начинается работа с населением, замер размера головы, получение средства индивидуальной защиты. Прежде чем надеть противогаз, его обрабатывают специальным раствором. Но и это еще не все. «Прослушайте инструктаж. Сейчас инструктор проверит, правильно ли собраны ваши противогазы. Затем вы одеваете противогазы. В это время в этой комнате вас ждет инструктор-химик. Я даю команду «Газы». Вы все заходите в комнату и проверяете работоспособность ваших противогазов вместе с инструктором». Несколько упражнений с инструктором, чтобы понять исправность средства индивидуальной защиты. Все быстро, четко и без лишней суеты. Все это время в пункте присутствуют медицинские работники, представители правоохранительных органов и сотрудники ГОИЧС. Мероприятия все отработаны, каждый знает свои действия. Тактика специального учения на случай чрезвычайной ситуации продолжилась в одном из заглубленных помещений подземного пространства многоквартирного жилого дома, оборудованного для укрытия населения. Кстати, их на территории Ленинска-Кузнецкого 172. Они расположены по всей территории города. Учения прошли успешно. Все задачи, поставленные перед личным составом, были выполнены. Елена Беляева, Павел Желтиков, Реоленинск.